Продолжение следует... Ну, как же я найду тебя? Мне же надо денежку додать! Нет, мы вас найдем. Хорошо? Помощь уже? Ой, у внука несчастье! Вот, сослуживица обещала помочь! Вы... Девушка! Девушка, мы куда? Куда вы? Подождите! Ой! Вам плохо? Вам плохо? Боже мой! Вам плохо? Она обманула меня, да? А что она вам сказала? Она сказала, что его сослуживица, что внук в больнице, что ему нужны деньги на операцию. Вот. Наверное, она вас выследила. А пойдемте в отделение, напишем заявление. Да что я там напишу? Я же деньги сама отдала ей. Ой, всю пенсию. Как же я теперь жить-то буду месяц? Ох, ос... Возьмите платочек. Ой. 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 Берите, берите, берите у меня. Это не последнее. Ну, ну как же это? Вам нужнее. Берите. Спасибо тебе, дочка. А как звать-то тебя? Арина. Арина. Яблочки возьми, возьми. Хоть как-то отблагодарить тебя. Спасибо. 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 А вы будьте осторожны. Да-да. Спасибо. О! Аришка, привет. Виолетта Матвеевна, ну как вы себя чувствуете? Уже лучше, уже хорошо все. Ну вот, я вам витаминчиков принесла. О, спасибо. Горло отпустит, погрызу. Ну что, как там моя малышня дедомовская? Ой, очень скучаю, да. Но я вам обещала, что ты следующее лето снова у нас будешь на практике. Я тоже скучаю. Знаешь, давай сегодня чай пить в саду. Поможешь мне? Угу. А вам не вредно? Да что ты, свежий воздух. Очень даже хорошо. А кто третий? А, секрет, секрет. Галетта Матвеевна, вы что, меня опять сватить собираетесь? А ты хочешь что, всю жизнь в девках проходить? Нет, я ничего не хочу. Просто жду и знаю, что он появится. Даже, может, знаешь кто? Не знаю, но я думаю, я почувствую. Идеалистка ты моя. О, наш красавец Костя. Здравствуйте, Веретта Матвеевна. Здравствуй, здравствуй. Привет, Арина. Здравствуй, Костя. Суперски выглядишь. Спасибо, ты тоже ничего. Как у тебя институт? Нормально. А ты вообще как здесь? Ну, сегодня Костя позвонил мне с утра, когда узнал, что будешь ты, он тоже решил прийти. Ну, давайте пройдем в сад. Костя, помоги Арине. Да, да, конечно. Проходим. Проходите. Хорошие какие. Подросли как. А вроде кого-то не хватает, да? Да, двойняшек. Смирновы? Ага. Удочерили. Я рада за них, хотя всегда грустно расставаться. Я тоже рада, а как директор детского дома я просто ликую. Костя, ты чего грустишь? Пей чай. Спасибо. Да я на самом деле же ненадолго. Я же повидаться просто хотел. Ну, и пригласить тебя, Арина, на день рождения к себе сегодня вечером. Ты ж помнишь? У тебя день рождения. Прости, я забыла. Поздравляю тебя, Костя. Спасибо большое. Поздравляю, Костя. Но есть еще повод. Я купил машину. Обмываем в небольшой, но уютной компании. Арина. Кость, прости, я, наверное, не смогу. У меня семинар, нужно готовиться. Так, Арина, отказы не принимаются. Мы уже с тобой сто лет не виделись. Ну, чё ты? Да, конечно. Ну, чё бы, чё бы, а праздники, Арина, никто не отменял. Правильно. Ну, у меня даже подарка нет. Да ты сама как подарок. Причем очень красивый. Молодец. Просто приходи. Ну, хорошо. Виолетта Матвеевна, я тогда побегу, чтобы к семинару с ней подготовиться. Конечно, конечно, да-да. Давай я тебя отвезу, быстрее будем. Хорошо. Отлично. Ну, что, счастливо? Счастливо. Все. Пойдем. Спасибо. Костя, не лихач. Ну, естественно. Да. Счастливо, счастливо, да. Проводи Арину потом. Само собой. Арина, позвони мне вечерком. Хорошо. Счастливо. Арина! Арина, ну хватит учиться. Давай собираться уже. Не опоздаю. Давай, 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 быстрее. Что ты наденешь? Ну, вот у меня есть платьюшко. Это? Ужас. Наденешь это. Ну-ка. Ты уверена? Хотя, может быть, ты права. Зачем лишний раз провоцировать Костю? Костю, он мне как брат. Галь, если честно, мне не очень хочется туда идти. Ну, только не ходи. Ну, да. Ну, я обещала. Хотя, знаешь, у меня какое-то странное ощущение, что мне надо туда пойти. Понимаешь? Ну, что, вот опять не высказали. Ну, ты чего такая кислая? Давай улыбку натяни, все-таки идем на вечеринку. Ой, сколько народу. Наверное, весело сегодня там будет. Да, мам. Нет, здорово все-таки, пошли. Извини. Да ничего. Ты его знаешь? А он ничего. Я бы с ним познакомилась. Мы к Костюку. О, а вот и самые ожидаемые гости сегодняшнего вечера. Друзья, прошу любить и жаловать Галя и Ариночка. Прошу к столу, дамы, прошу. Галина, присаживайся. Арина, садись. Спасибо. Лучшая еда и напитки в лучшем городе. Арина, ты будешь? Нет, я вот сок выпью. Как скажешь. Галя, держи. Подожди. Ага, понятно. Так, я предлагаю выпить. За нас. А? Ура. Давайте. Ура! Арина, что с тобой? Ариночка, спасибо большое, что пришла. Стоять, вес нет. Я у бара посижу. Мирвый, что там у тебя? Да, хорошо. Кого-то пускай, а кого-то нет. Вот и вся история. Да? Да. Можно воды? Да, конечно. Ладно, господа. Давайте еще разу. Поднимем бокальчики. Давайте, давайте, давайте. Кустя. А? Это что за типок? Где? Не наш. Чего он пялец? Арина, твой знакомый? Нет. Только, Андрюха, давайте вот сюда. А куда я? Кость, ну что ты? Ну человек пришел отдохнуть. Никому же не мешает. Правильно. Костя, я хочу поднять этот бокал за твою предприимчивость и за настоящий мужской характер. А, Арина, спасибо тебе большое. А я присоединяюсь. Галечка. Давайте. Я вас всех очень люблю. Ура. У-ху! У меня день рождения! Ваша вода. Спасибо. Арина, пойдем потанцуем. Ну, Костя, не хочу. Арина, ну, пожалуйста, пойдем. Ну, я же именинника. Желание именинника – закон. Костя, не хочу именинника. А я. Ну, Арина, я же… Даже издалека видно, что девушка не хочет с тобой танцевать. Издалека, говоришь? Так иди себе далеко. Че, проблем захотел? А что, если захотел? О-о-о, все свидетели, да? Сам напросился. А, вот так вот, да? Костя! Иди сюда! Орбан! 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 Я сейчас вину на улице, тварь! Орбан! 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 Я убью его! Орбан! Скотина! Костя! Где он? Костя, успокойся! Я спокоен! Все нормально! Я спокоен! Вот он! Ну, че ты? Иди сюда! Давай! Сейчас, подождите. Извини, пожалуйста, что испортил прайс. Орбан! Господи, серьезно? Че, нахер! Костя! Не смей! Вали тогда отсюда! Давай, чтоб тебя больше здесь не видел! А мы пошли в другое место! Давай, Арит! Стой! Арит! Придешь? Я с тобой! Волшебно! Выбирай лодку! Письмо! Почему? Потому что восемь – мое любимое число! Моя тоже! Вперед! У-у-у! Это моё любимое место. Здесь тихо. Мне нравится. Бесконечность! Здесь только ты и я. Ты знаешь, у меня бы сегодня было... Что-то должно произойти. А я чувствовала твой взгляд в кафе. А я твой. Я всегда мечтал о такой, как ты. Думал, тебя нет. А ты существуешь. Судьба. Судьба. Я хотел сказать... Что? Судьба. Только что думала об этом. Мы с ним даже одинаково. А имена мы тоже будем отгадывать или как? Сергей. И мне Арина. Ирина. 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 Почти светает. Полное отсутствие чувства времени. И какое сегодня число? Восьмое. Начало нашей бесконечности. Ирина. Ирина. Расскажи мне все о себе. Хочу знать. Ну сколько себя знаю. Всегда одна была. Я же из детдома. Теперь в педагогическом учусь. Ты сирота? Странно. Я раньше никому не говорила о своем одиночестве, о тебе. Говорят, что мама есть где-то в другом городе, но я ее никогда не видела. Вчера хотела отправить запрос, не успела, потом письмо потеряла. Подумала, не судьба? Я помогу тебе ее найти. Хочу, чтобы ты знала. У тебя есть я. Наверное, в общежитии пора. Галя волнуется. Галя, позвони и скажи, приедем позже за вещами. А сейчас хочу с мамой познакомить. Сережа! Сережа, почему ты не отвечал на звонки? Я обзвонилась! Мам, телефон был выключен. Я не слышу. Что-то на тебя не похожа! Что случилось? Случилось, мам. Я встретил девушку, я люблю её. Неожиданно. Сейчас познакомлю. Познакомься. Это Арина. Здравствуйте. Я очень рада с вами познакомиться. Людмила Кузьминична. Здорово, как у тебя много книг. Библиотека от папы досталась. Маяк — наша комната. Здесь мы будем жить. Я только сейчас поняла, как я хочу спать. Спать? Ну, тогда поспи. А ты? А у меня есть маленькое дело. Глаза не успеешь открыть, и я буду здесь. Да, это не успеешь. Я не успею. Это не успеешь. Это не успеешь. КОНЕЦ Ну, Даня, мастер, я тебя повсюду ищу. Был в мастерской, мне сказали… Тихо-тихо-тихо-тихо. Что случилось? Нет, ложка. Я встретил девушку. Мне нужны кольца. Понял. Давай присядем. Вот размеры. Только кольца должны быть особенными. Её любимый цвет? Зелёный. Малахит, думаешь? Не-не, Малахит, он хрупкий. Я думаю, Агат, он прочнее. Отлично. Как её зовут? Арина. Арина. Но предупреждаю, работы не на один день. Постарайся, побыстрее. Ускоримся. Спасибо. А, самое главное, забыла. Гравировка на кольцах. Сергей и Арина. Сергей и Арина. Сделаем. Сколько должен? Ой, да ладно тебе, это подарок. На свадьбу отменю. Спасибо. По-братски. Поздравляю. Молодые люди. Можно потише? Ой, извините, я так крепко спала, что даже не слышала, как вы вошли. Ну что ты, не нужно извиняться. Я просто сгораю от нетерпения познакомиться с тобой поближе. Видишь ли, не каждый день сын приводит домой девушек. Так, честно говоря, это впервые. У меня тоже это неожиданно. А вы давно знакомы с Сергеем? С семи до шести. В смысле, с семи вечера до шести утра, конечно. Любовь с первого взгляда. Наверное. Ну что ж, мне не удалось испытать, но слышала, что такое бывает. Очень рада за вас. Спасибо. Оставим чувство. Это ваше личное. Ну рассказывай, чем занимаешься, кто твои родители? Ну, родителей у меня нет, я из детского дома. Ну а что? Я, я, наверное, пойду погуляю там. Может быть, Сережу встречу. Он сказал, что недолго будет. Сережа. Сынок приехал. Что случилось? А что случилось? Арина рассказывала о своей жизни. Мам, ты зачем обижаешь мою будущую жену? Будущую жену? Будущую жену? Если ты не против. Нет. Сережа. Тебе не послышалось. Нам пора ехать, извини. Сережа, вернись. Прошу тебя. Какую жену? Ты слышишь меня? Я прошу тебя, не уходи. Да какую будущую жену? Ты с ума сошел? Ты с ума сошел? Подожди, Мам. Я схожу. Все, все, все. Слышишь? У нас с тобой дельца незаконченная есть. Давай закончим. Давай. Ты что, серьезно? Собираешься жить с парнем, которого знаешь меньше суток? Арина, у тебя с головой все в порядке? Не факт, но это ничего не имеет. Ну ты же про него почти ничего не знаешь. Галчонок, я знаю одно. Мы с ним созданы друг для друга. Бывает же такое. Ну счастье тебе. Я самая счастливая на всем белом свете. Может быть, тебе мне когда-нибудь так повезет? Ну конечно повезет. Я тебе искренне этого желаю. Ринка! Костя! Костя! Костя, успокойся. Успокойся, говорю тебе. Костя, это Сережа. Сережа, это Костя, мой одноклассник. Да кто это вообще такой? Сережа, мой будущий муж. Даже так. Костя, если ты действительно ко мне хорошо относишься, то ты пожелаешь нам счастья. Желаю тебе счастья. Пойдем. А ты тварь! Что? Срежа, успокойся, пойдем. Посмотрим еще. А зачем спортивный костюм? Куда мы едем? А это сюрприз. Надень все самое теплое и удобное. Сынок, можно тебя на минутку, на пару слов? Сынок, ты всегда был таким благоразумным. Я тебя не узнаю. Привезти в дом неизвестную девицу. Бывшую детдомовку. Можно сказать, беспризорницу. А вдруг она воровка? Мама, она... А я не воровка! Я не беспризорница. Я не виновата, что меня бросили, когда я была маленькой. И, Сережа, прости, я не могу оставаться в этом доме, когда твоя мама так ко мне относится. Мы уходим вместе. Сережа, не уходи. Я прошу тебя, ну, ну, прости меня. Ну, я вспылила. Я дала воле эмоциям. Ну, все так неожиданно. Мама, нас не будет пару дней. Будет время справиться с эмоциями. Сынок, не уходи. Извини, мама. Сынок! Сережа! Почти пришли. Заходи. Здесь я работаю. Ты уже работаешь? Я отучился в геологическом, закончил его, дали диплом в зубы и сразу на работу в лабораторию кристаллахимии. А что это такое? Если обычным языком, то изучаю минералы. Но вообще я экспедиции люблю в пещеры. Спелеолог я! А я тоже хочу в пещеры, но не только, чтобы с тобой рядом быть. Так ты теперь всегда со мной. Только перед пещерами экстремальную подготовку надо пройти. Да я ж детдомская. Я все-все-все могу. О, а вот и друзья. Опа! Познакомьтесь. Это Арина. Арина. Какое прекрасное имя. Сразу Пушкиным повеяло как-то, да? Ну, конечно. Это Володя. Мой друг, балагур. С института вместе. И вот по сей день. Здрасте. Здрасте. Марик, Антоша, Боша. И, конечно же, наша Полина. Здравствуй, Арина. Здравствуйте. Вы что, теперь с нами? Арина теперь всегда с нами. Она моя невеста. Поздравляем. Да, нежданчик. Так, поговорим на лоне природы, автобус ждать не будет. Вперед! Вперед, сказал он. Держись. Какой ты у меня двужильный. А ведь не спал всю ночь. С тобой я семижильный. Так, милая, постой отдохни. Ребят, я пойду вперед, посмотрю, где лагерь разобьем. Полин. Иди сюда. Полин, ты у нас девочка бывалая. Возьми шесту над Ариной. По-женски. Покажи ей, расскажи ей, как у нас все устроено. Она новенькая. Полин. Я заметила. Ты, ты если устала, только подмигни, я... Все хорошо. Я в порядке. Осторожно. Да, везет же Сереге. Ты, это, может быть, у тебя есть подружка какая-нибудь? Ну, знакомая. Я просто парень холостой и довольно серьезными намерениями, если что. Ну, если серьезными намерениями, то на твое счастье есть Галина. Галина, мне уже нравится. Познакомишь? Чего, 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 чего? Что такое? Дай посмотреть. Кажется, палец вырихнул. Все, тихо, тихо. Ну что, теперь жить будешь? Герой, мечтавший перейти к кордильеру и покорить Эльбрус, напавший жертвой вывухнутого пальчика. Спасибо, медсестра. Не за что. Ну что, встали? Догоняем Полину. Идем. Ты где так научилась? А в детдоме без первой помощи никак. Я однажды третьей классике из плеча рыболовный крючок достала. Серега, старик, ну чего ты? Ну да, да, ну как-то так. А, нет, 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 есть интересная история. Спелик приходит в магазин и говорит, значит, продавцу, дайте мне, пожалуйста, веревку и кусок мыла. Вот он на него говорит, что собирается повеситься, что ли? Нет, почему повесить? Я, говорит, я в дырку сначала, потом в баню. Молодцы. А про поезда расскажешь? По поезда это отдельно. Ну расскажи. А, сейчас, сейчас, сейчас. Значит, в поезде едет спелик. И стоит у двери, у которой туалетная дверь. Закрывается дверь, выходит другой спелик. И говорит такой, свободно. Пуэл. Пойдем. Пойдем. Пуэл. Сереж, а я не поняла анекдоты. А я тебе объясню. Когда спелеолог спускается или поднимается по веревке, он обязан крикнуть следующему, свободно, без этой команды, но никак. Наверное, это очень опасно, да? Не опаснее, чем жизнь, ведь мы от этого умираем. Нет, у нас с тобой впереди бесконечность. Давай спрячемся. Садись. Видишь, звезды. Они соединены между собой незримой линией. И образуют между собой созвездия. Так и мы с тобой. Соединены незримо. Там, где палатки у сопок под ножи, я гляжу осторожно я на тебя лишь одну. Там, где на карте сойдутся твои линии, там, где глаза твои синие-синие. Там, у косра мы в огнику с гитарою, эту песенку старую, лишь тебе я пою. Сережа, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы с мамой, без меня. Да какие могут быть проблемы? Если мама будет с чем-то не согласна, мы снимем квартиру. Вот, я этого и боюсь. Она же меня тогда вообще возненавидит. Я верю, что мне не придется делать выбор между тобой и мамой. А тебя я в любом случае не оставлю. Сережа, Арина, как время провели? Отлично. Арине понравились мои друзья. Ну, я думаю, что и Арина понравилась всем. Пришлась по душе. Ну что, соскучились по-горячему? А то все в сухомятку да в сухомятку. Пойдемте ужинать. Давайте, я стол накрываю. Мойте руки. Рассказывай, как все прошло. Ну, Серега, ну нормально прошло. Ну что ты пристал ко мне? Я тебя как друг прошу, колись. Я, вот только не ржать, ладно? Мне кажется, я влюбился. Нет, слушай, а Ринка твоя вне конкуренции, конечно. Ну, Галя, понимаешь, у нее есть какая-то вот... Она прям близка к совершенству, что ли. Володь, давайте все вместе куда-нибудь сходим. А что, я за. Парни, видели предложение для экстремалов. А ну? Экспедицию в Синявскую пещеру набирают. Есть добровольцы? А когда и почем? Платят вроде прилично, но насчет точной цифры я не в курсах. Потому что я пас. Почему? Да далековато. И слава у Синявки плохая. А я мнительный. Но мы без суеверий. Да, но за движуху и экстрим особенно хорошо оплачиваем. Тут у Сереги свадьба намечается. Марик, пойдем. Я уже место встала, возняла. Пойдем. Куда обращаться? К замдиректору. Ну что, я с тобой. Три, четыре, пять, шесть. Шесть. Три. Ну где вы ходите? Ну где ходим? Ну подзастряли слегка. Провки у нас, понимаешь? В лифте. В лифте, да. Не заказывали ничего еще? Мы вообще-то вас ждали. Ой-ой-ой, ну простите, извините. Галь, знаешь, основной признак госплеволога? Предохранение, предохранение, предохранение. Вот глупости. А ты знаешь, главное правило голодных девушек. Нет. Скажи. Они готовы съесть все, что есть в меню, потому что одними байками сыпь не будешь. Ой-ой-ой, ну ладно, ладно, прости, все, больше не буду. Что хочешь поесть? Просто выбирай. Я, я буду то же самое, что и Галя. Серег, ну что, мы завтра пойдем кровь сдавать-то? В смысле? А мы донорствуем, время от времени. Сдаем лишнюю кровь. Да. Я тоже хочу. Для того, чтобы кровь сдавать, нужно хорошо питаться. А зачем вам это надо? Ну, как зачем? Ну почему бы? Молодым и здоровым парням не поделиться своей молодой здоровой кровью с тем, кто действительно в ней нуждается. Ну вы же даже не знаете, для кого сдаете кровь. Никогда его не увидите, и он вас не отблагодарит. Зато мы верим, что можем спасти жизнь. А я не шучу, ребят. Я с вами. Правда. О! Возьму карбонар. Куда ты без меня? Третье правило поведения спелеолога в больнице. Короче, когда спельник сдает кровь, и мы… Ой, слушай, это Галя. Серег, прости. Я побегу, а то Галя, я в кино, мы опаздываем, я не успею. Да, давай, давай. Аринке респект огромный. Передавай. Передам. Передам, Володь. Долго она. Арина, ты как? Нормально. А ну, присядь. Где болит? Что случилось? Подташнивает немножко. Подташнивает? Не волнуйтесь. Просто стало нехорошо. Так бывает в первый раз. Пусть девушка посидит немного, а потом погуляйте на свежем воздухе. Выпейте гранатового сока, съешьте бифштекс. Ой, фу, только не бифштекс. Ну, не хотите бифштекс, вот тогда примите вот это. Спасибо. Спасибо. Хорошая вы пара, редкая группа крови, редкая. Первая резус отрицательная. Не то, что четвертая, но очень неудобная. В случае переливания вам подойдет только первая резус отрицательная. Вот видишь, у нас с тобой даже группа крови одинаковая. Мы связаны. Я так люблю тебя, Сереж. Серега! О, Даня! Здорово. Ну, здорово. Ха! Готов твой заказ. Спасибо. Ты настоящий мастер. Да ладно. Главное, чтобы они вам счастье принесли. Спасибо, друг. От души. Бывай. До встречи. Удачи. Итак, первое. Картировать Синявскую пещеру. Второе. Оценить подземные пустоты на наличие полезных ископаемых. Подходит. Когда стартуем? Послезавтра, ребята. Мы подписываемся. Сережа, а ты чего здесь делаешь? Что-то случилось? Да, случилось. Я хочу сделать тебе официальное предложение с кольцами. Какие красивые. Ты видишь, на твоем написано Сергей, а на моем – Марина. Итак, ты выйдешь за меня замуж? Ну, конечно. Ты смотри. Это как будто наша бесконечность. Пусть. 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 У тебя получится убежать с учебы, меня проводить? Конечно, получится. Только лучше бы ты не уходил никуда. Это всего две недели. Ты будешь думать обо мне, я буду думать и тебе. И время пробежит незаметно. Сереж, а может быть, я тогда в общаге поживу? Ну, чтобы маму этого не стесняли. Ну, что ты такое говоришь? Мы ведь одна семья. Ребятки, ужинать пора. Чем занимаетесь? Мам, мы хотели тебе кое-что сказать. Ну? Завтра мы пойдем подавать заявление в ЗАГС. Поздравляю. Ну, это лучше, чем жить гражданским браком. Пойду чайку поставлю. А еще, мам, послезавтра я в экспедицию ухожу на пару недель. Там отлично платят. Вот как. Не, Сереж. Да, я хочу красивую свадьбу. Ну, впрочем, чай никто не отменял. Хорошо у вас, Велик Матвеевна. В городе как на даче. Да. А знаешь, я вот смотрю на тебя, ты похорошела от любви. Скажи, а как ты справляешься с его мамой? Как ты ладишь с ней? Да, она хорошая. Ну, еще бы быть мамой такого прекрасного сына. Вот, первый раз живу в семье. Иногда смотрю на Людмилу Кузьминовичну и пытаюсь представить свою маму, которой у меня не было. Ну, а я что же не мамой тебе была? Ну, конечно, у меня нет своих детей, но педагогический опыт имеется. Виолетта Матвеевна, ну, вы для нас для всех самая настоящая мама. Всем мама-мама. Моя хорошая. Скажи, пожалуйста, Арина, а ты сама вот не мечтаешь мамой стать? Вот как-то... Не, ну, ты не смущайся, это нормально. Я бы сказала, даже закономерно. А какое сейчас число? А у нас сегодня 29-е. Нет. Ну, если так рассудить, то, конечно, всему свое время. Не так ли? А, Виолетта Матвеевна, я, наверное, уже пойду, а то мне нужно еще в одно место скачать. О, пойдем, я тебя провожу. Я так рада, что ты пришла. Ты меня навещай, ладно? До свидания, Виолетта Матвеевна. До свидания. Так-с. Где-то... О, Шурлайчик. Я, Золотова Арина Сергеевна, обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске моей матери в золото Ульяны Николаевны. Вот. Хорошо, там еще за ветчиной надо будет сходить. Хорошо. А вот выражачка. Спасибо. Ой, Сережа. Сережа. Алло. Алло, да. Да, Сереж, привет. Привет. Как ты? Я, я очень по тебе, я очень по тебе ужасно скучаю. Ариша, милая, все хорошо? Я тоже дико по тебе скучаю. Как ты себя чувствуешь? Ариша, что ты молчишь? Все хорошо? Сережа, у меня все хорошо. Сереж, я беременна. Ариша, что ты говоришь? У нас будет ребенок? Как же я хочу тебя обнять? Я тебя очень-очень хочу обнять. Ариша, я так рад. Береги себя, родная. Дай мне поговорить. Да, хорошо, да. Сереж? Сереж, ты меня слышишь? Пропадаешь, Сереж, пропадаешь. Здесь со связью беда. Сережа? Как там мама? Дай ей трубку. Вот мы вместе сидим за столом. Да, я сейчас, я дам сейчас трубочку. Все, даю, даю. Алло, Сережа, сын. Алло, алло, Сережа, сынок. Ну, как вы там питаетесь? Что вы там едите? Нормально, мам. Не голодаю, но без твоих котлет скучаю. Еще три дня терпеть. А, Сережа, а вы там не мерзнете, нет? Я говорю, как погода. Мама, у нас же юга здесь. Намного теплее, чем у вас. А, ага. Да, Сереж, алло. Бабушкой будешь? Ну вот, поговорили. А ты беременна? Поздравляю. Теперь тебе нужно есть за двоих. Давай, уплетай. А вот, когда я была беременна Сережей, я за троих хлопала. Ну, и ты видишь, какой сын у меня получился? А когда Сережа был маленьким, то какой он был? Хорошим. Сережа был удивительный смышленый мальчишка. Очень сообразительный и никогда ничего не боялся. С самого детства. Я надеюсь, что он передаст эти качества по наследству. Я тоже надеюсь. Ты сегодня узнала? Тест положительный? Да я даже два сделала, но чтоб наверняка. А-а-а! Поздравляю! Как у вас все быстро! Ну, вот так. А как у вас в общаге? А, ко мне хотят соседку поцелить, но я отбрыкиваюсь как могу. А как твоя Мегера? Ну, знаешь, вроде приняла меня. Да, сегодня даже искренне обрадовалась, когда я знала про беременность. Да ладно! Ну, хотя, знаешь, я думаю, что это все-таки из-за Сережи. Да какая разница, почему? Я давно мечтаю съехать с этого гадюшника. Ой, Галь, чуть не забыла, я тебе тут конспекты по дислексии принесла. Да какая дислексия? Ты вон лучше посмотри. А? Что скажешь? А что? Новое платье? Ну, да, хорошее. Да? Хочу Вовку в нем встретить. Вид меня такой красавица. Сразу предложение сделает. А-а-а! У меня гениальная идея! А давай свадьбу в один день сыграем! Точно! Давай. Не получится. Вас по беременности раньше распишут. Ну да. Ну ничего. Слушай, а давай в центре прогуляюсь. Там на площади какой-то концерт, говорят, будет. Нет, Галь, я домой, мне нужна. А я пойду. Схожу. Ладно, я побегу. Все, пока. Пока. Предлагаю с обережением пойти. А ребята нас догонят. О, слушай, красиво здесь, а. Четвертый признак спелеолога. Перед его квартирой всегда лежит журнал записи входящих и выходящих. Так что раньше войдешь, раньше выйдешь. Я не думал, что время будет так долго тянуться. Ну что, вперед? Сейчас, дружочек. Ты можешь меня сфоткать? А, ну я так и знал. Слушай, ну, давай. Ну, стань как-нибудь поинтереснее, что ли. Ну, облокотись. Так. 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 Сегодня пару карстов пройдем. Отметим на карте. Погоди, погоди. Это что, это вот сифон, что ли, там? Возможно, проверим. Ну, что, по следам наших пещерных предков и назад цивилизацию. И главное, пещере не навредить. Главное, что пещера не навредила нам. Мы на точке. Смотри, какие сталактиты, а. Сфоткаешь? А, ну, подержи. Жалко, Арина не видит. Жалко, Галка не видит. О-о-о. А снимешь меня? Смотри. Конечно. Нам надо еще пару фотографий для журнала. Имея целью своей деятельности, воспитание и преобразование личности, учитель обязан обеспечить развитие ребенка. Записывайте. Интеллектуальное, физическое. А ну, улыбочку для Гали. Что-то было-то не знаю. Сейсмограф молчит. А я говорил, новый нужен. Пора валить, старичок. Уходим! Володя! Давай туда! Нет! К голову! А, 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 а! А, 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 а! Эмоциональная. Я не мешаю спать. Извините, можно я выйду, пожалуйста? Если нужно. Извините. Я, с вашего позволения, продолжу. Абонент временно недоступен. Передвоните в площадь. Девушка, а не подскажете, где восьмая аудитория? Серёжа, не звонил? Нет, обычно он тебе звонит. Не могу дозвониться, оппонент недоступен. А что же удивляться, он же не на курорте, а в пещерах. Коротко о главном. Оставьте новости. В результате обвала горных пород в Синявской пещере, где велись исследования спелеологической группы, произошло обрушение. Информация человеческих жертв пока не поступала. Но по другим данным, которые ещё нам предстоит проверить, на момент обрушения в Синявской пещере находились двое спелеологов, проводивших исследования. О них пока ничего не известно. Вход в пещеру завален. На устранение завала потребуется некоторое время. Серёжа, боже мой, он там, там, Серёжа. Вам плохо? Людмила Кузьминичка, что с вами? Это ты виновата! Если бы не ты, его бы там не было, он бы туда не пошёл! Ты слышишь, это ты виновата! О, Серёжа, уходишь и иди, но не возвращайся! Не опущу! О, хреньба! Ой, Арина, что же это такое? Этого не может быть! Успокойся, всё будет хорошо, не вернусь. Откуда ты знаешь? Мне Серёжа обещал. Старик. Сейчас. Что произошло-то? Толчки подземные. Вход завалило. О! 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 Встань. О! 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 Ооо! О! 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 Да ничего страшного, пара ребер. И чего? У меня ещё в запасе есть. Я тебе сейчас обезболы дам. Ну что, так жить буду? Будешь, будешь. Куда денешься? Откуда такая уверенность-то? А я, в отличие от некоторых, медицинские лекции не пропускал. Начинаются. Держи. Разопивай. Ну, сейчас полегче станет. А теперь лежи и молчи. Я боюсь, что как раз это будет очень сложно. Их уже нашли? Пока нет. Но известно, что они находились в пещере, увы. А когда их найдут? Ну, спасательные работы ведутся. Расчистка может занять много времени. Хорошо, тогда мы хотим поехать туда. А вот это уже совсем ни к чему. Чем вы там сможете помочь? Да вас туда и не подпустят. Да они живы! Если так, их спасут. Там работают профессионалы. Они делают всё от них зависящее. Правда, Арина. Нам остаётся только ждать и надеяться. И продолжать жить. Иначе никак. У нас две банки тушёнки, две банки кильки, две перловки, сыр, пара брикетов, свечи есть. И что дальше, старик? А что дальше? Нас наверняка ищут и скоро найдут. Здесь оставаться опасно. Толчки могут повториться. Поэтому я пойду найду вас. А ты оставайся здесь, набирайся сил. Это у меня полно. Скоро буду. Ну что, затворницы мои, вот витамины принесла, фрукты, овощи, пироги домашние, наливочка. Ой, как нам домашнего-то не хватало. Вот спасибо, Виолетта Матвеевна. Галь, пойди помой, это овощи. Фу, да, наливочка, тебя оришь нельзя, но нам по рюмочке с Галей можно. Ну, давай, вставай. Сейчас будем салат делать. Я не хочу есть. Серёжа голодает, и я буду голодать. Ну, что значит, не хочу? Алин, прекрати. Тебе надо правильно питаться. Прежде всего, это нужно для ребёнка. А я вот всё пытаюсь представить, как это у них там. А ты лучше думай, как вам здесь? Вы правы, Виолетта Матвеевна. Они там за жизнь борются, а я... Лежу как дура. Вот, овощи помыла. А давайте свои овощи, я их порежу. Ну, другое дело. Лежу как дура. Ты что? Ты что? Ариша? Ой, ты моя хорошая. Девчонки, вы мои. Да всё будет хорошо. Живы, живы они, живы. Потерпите. Володь, Володь, просыпайся, Володь. Володя, я лаз нашёл. Чего? Здесь опасно оставаться. Надо уходить. Обезболивающие подействовали. Встать сможешь? Да, да. Похоже, что нет. Ну, ничего страшного, старичок. Я помогу. Ну, ладно. Будет больно, ты терпи. Хорошо. По команде. Готов? И взяли. Терпи, 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 Володь. Молодец. Молодец. Сейчас, да. Арина, спишь? Ты правда думаешь, что они живы? Я знаю. Откуда? Чувствую. А вдруг... Верь мне. Я слышала, как ты плакала. Тебе послышалось. Иди спи. Я слышала. Привал. Здесь тоже тупик. А чего, неплохая могила? Не каркай, выберемся. Мне б твой оптимизм. Здесь есть полость. Попробую расчистить. Ты, старик, прости, что я тебе не помогаю, просто я... Смешно. В следующий раз поможешь. Да, он будет в следующий раз. А то. Мы выберемся. Я Арине обещал. Помнишь профессора? Коренкова. И что? Ну, так вот он нас учил. Выход всегда есть. Главное его найти. Свежие новости из Синявской пещеры. Сегодня бригада по расчистке завалов объявила о прекращении спасательных работ. Главной причиной стали повторные массовые обрушения, представляющие опасность для проведения операции. П Стричок, handles чуть-чуть. Ведехну чуть-чуть. Чёрт! Сейчас, я тебе обезболтаю. Последнюю? Есть ещё. Походу, всё. Ну, ничего, здесь сыро. Значит, вода есть. Я пойду её найду, а ты подожди. Куда я денусь? Сколько времени сейчас? Часы давно остановились. Слушай, анекдот. Распили гаологу, изобрели часы, они светятся в темноте, поддерживают беседу и дружески похлопают по плечу. Смешно у нас, старичок. Я быстро. Все по-другому. Всё имеем в виду. Позволь. Всё по-другому. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Володя! Володя! Тяжись! Попей! Володя! 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 Старичуха, прости. Виолетта Матвеевна, можно, можно я у вас поживу, пожалуйста? Да что, Господи, конечно! Ну ладно, ладно, ладно. Ой, ну хорошо, что пришла. Вот и молодец. Вот и молодец. Ну, щас, щас. Ой, ой. Субтитры сделал DimaTorzok Серёжа, как я могу здесь есть, пить, а ты там один? Ой, Аина! Скорее открывай форточку, пока не сбежались соседи на пожар. Фу! Не задумалась, извините. Заметила. Ну вот, ты такая стала рассеянная. Фу! Яичницу сожгла. Ну, конечно, общаешься со мной целых три недели, да, с чиновниками. Шутка ли? Как три недели? А, бедолага. Вся испачкалась. Ой. Ой. Я в душ. Беги, конечно. Ариша, пойди сюда, пожалуйста. Мне надо с тобой поговорить. Да, Виолетта Матвеевна. Садись. Арина, если бы Серёжа мог вернуться, он бы вернулся. Арина, прими это как данность. Оставь в прошлое в прошлом. Ты живи настоящим. Вообще-то я думала, вы на моей стороне. Да я на твоей стороне. Так и есть. Я тебе желаю счастья. Что случилось? Где мое кольцо? Я взяла. Верните мне мое кольцо. Арина, так будет лучше. Оно сводит тебя с ума. Это не ваше. Верните кольцо! Как вы могли. Я же вам верила. Я собираю вещи и ухожу. Нет, ну подожди. Ну прости меня. Я хотела как лучше. Я даже не думала, что так воспримешь. Тотенька, хотите печенье? Не приставай к незнакомым людям. Извините, пожалуйста. Он у нас просто очень общительный. Ничего. Спасибо. Меня Арина зовут. А тебя как? А меня Серёжа. Хорошее имя. Да, как у папы. Сергей Сергеевич. Серёжа! Простите, очень у нас болтлили. Пойдём, мастер разговорного жанра. Пошли. Все уважение. Собретать установленный порядок мурения на территории автобокала. Пойдёмте. Все уточним. Значит, вы ищите работу, помощница по хозяйству, няня, так? Угу. Значит, образование оконченное высшее, педагогическое. А чего не закончила? У меня академотпуск по семейным обстоятельствам. Угу. Так, а тут написано, не замужем? У меня жених есть. Его и Серёжа зовут. Многие дамы боятся брать в дом молоденьких, одиноких помощниц. Подождите. Тут написано, вы выпускница детского дома? Да, а что? Хорошо. Но я буду с вами откровенно, это осложнит поиск вакансий для вас. А что в этом плохого? Для меня ничего. Но многие имеют предубеждение по поводу детдомовских. Я правильно понимаю, что мне звонка от вас не ждать? Буду предельно, откровенно, нет. Хорошо, спасибо. Следующий, заходите. Спасибо за просмотр. Здравствуйте, Веря Атольевна. Здравствуйте. Сейчас я только быстро переоденусь. Проходите пока в гостиную. Ага. Что случилось, Веря Анатольевна? Да. Арина пропала. Как пропала? Вы ей пытались дозвониться? Ну конечно, трубку не берет. Я уже полгорода обошла. Так, а она с собой ничего не могла сделать? Да что ты, нет. Она Сережу ждет, она уверена, что он жив. Да мало того, Костя, она беременна. А, даже так? Я прям вся на нервах. Ну конечно. Слушай, я хочу посоветоваться с тобой. Как ты думаешь, может быть в полицию пойти? Ну, подать на розыск? Давайте пока с этим подождем. Я попробую через своих ребят бросить клич, и мы ее обязательно найдем. Спасибо тебе. Да не за что. Виолетта Матвеевна, может чаю? Да что ты, что ты, нет. Полно работы. Слушай, Костя, звони мне, держи меня в курсе. Само собой. Всего доброго. Убежала. Ой. Девушка. 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 Девушка, я вообще-то к вам обращаюсь. Вам не позвать официанта? Нет. Ты новенькая, что ли? Я тебя первый раз здесь вижу. Да. А зовут тебя как? А я здесь работаю, а не знакомство завожу. Ага. Ну работай. Алло, Костя, здорово. Ну что, видела сейчас эту твою? Ну, фотку, которую ты отправляла, а? Хм. Да похоже, похоже. Только имя не сказала. Ну, ничего себе. Арина, какие люди. Кость, да я тут работаю. Работаешь здесь? Ну подожди, а как же твоя учеба? Ну, все изменилось. Пойдем присядем, хоть поговорим нормально. Кость, я не могу, я работаю. Да не переживай ты. Я хозяину компенсирую твой перерыв. Да? Не каждый день увидимся. Пойдем. Давай. Присаживайся. Ну, есть хочешь? Нет. Ну, только если чай. Момент. Официант. Будьте добры, пожалуйста. Чай и самое лучшее пирожное. Спасибо. Рассказывай, как ты. Я, кстати, слышал про твоего сочувствия. Ты молодец, что ждешь. Кость, спасибо. Ну, про работу-то я твой понял, а живешь ты где теперь? У Галки или в матери его? Да, прям здесь живу, в подсобке. Мне место выделили. Здесь? Ты серьезно? Слушай, а перебирайся ко мне. У меня трешка съемная. Выделю тебе комнату на дружеских началах. С какой стати? Ну, я же говорю, по дружбе. Кость, нет. Это неудобно и... Сереже это не понравится. А ты думаешь, Сереже понравится, как ты сейчас живешь? Ну? Ну, я ни от кого не завишу. Так я тебе не предлагаю зависеть. Просто живи и делай, что хочешь. У меня-то ничего такого. Соглашайся. Ну? Нет. Кость, прости. Мне работать нужно. Было приятно повидаться. Подожди, Аринь. Давай хоть денег одолжу. Даже без возврата. Снимешь нормальное жилье. Кость, у меня все хорошо. Аринь, слушай меня. Знай, что у тебя есть друг и ты не одна. А я не одна. У меня есть Сережа и он скоро вернется. Спасибо за пирожное. Субтитры делал DimaTorzok 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 Тихо, тихо, малыш. Все хорошо. Мама жива. Все в порядке. Тихо. Можно? Да, Костя. А что ты здесь делаешь? Да вот ты, решил на твой дом посмотреть. Не стоило. Да. Знаешь что, Арин, не дело тут жить. Особенно тебе. Все хорошо, все нормально. Нет, ну это замечательно, конечно, но объясни тогда, пожалуйста, почему, если ты ко мне не хочешь, у Виолетты не можешь остаться? Или у Галки в общаге, например? Костя, они считают, что я с ума сошла. Черт, да тут и правда можно свихнуться, что у тебя с краном-то? Да он не закручивается. Давай тогда принесу инструмент и сделаю его просто, ладно? Сейчас, подожди. Давай. Ура, я показываю. Ура, ура... Аааа! Ура, ура... Оука! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Ну так, так это... Костя, ты давно здесь? Да ты просто уснула. А я уже все починил. Спасибо. Вот, кстати, клубнички тебе купил. Бытовуху подсластить, как говорится. Ты ешь, Еша, она мытая. Да не стоило здесь. Много еды остается. Не спорь. Ешь. Витамины же. Ну, может, я могу еще чем-нибудь помочь тебе? Спасибо, Костя. Тогда я пошел? Угу. Иди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok